Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Благодарю вас за ваши комментарии, отзывы по фильму «Каким был Сталин?» авиаконструктора Яковлева по его книге. Я читала «Цель жизни». Именно каким был Сталин. И моя задача была показать, каким был Сталин с точки зрения Яковлева. Яковлев его очень сильно уважал. Но я получила такие интересные комментарии, которые ругают самого Яковлева. И видно, что это люди профессионалы. То есть это люди уже советские, во-первых, уже довольно пожилые, я так поняла, по тем датировкам, которые они приводят. И то, что они в теме. То есть они знали эту тему изнутри. Не так, как и я, несмотря на то, что я в семье авиаторов, но я не слышала рассуждений о том, прав был Яковлев, не прав был Яковлев. Я росла, и эти вещи мимо моей головы пролетали. Поэтому я здесь никак комментировать не могу. Но мне показались комментарии интересными. И для того, чтобы быть объективными, и не просто там все лелеем заливать. Вот Яковлев молодец, что он сделал такую книгу. Но давайте посмотрим комментарии, которые мне прислали зрители. Конструктор Поликарпов, царская школа, всегда лишался инженерного состава и захотелок Яковлева. Только соберет толковую команду инженеров, начнет разработки хороших моделей для фронта, так Яковлев забирал у него команду с наработками. Скользкая тема Блазка-Б. Так и не дали Поликарпову довести до ума нужный для фронта хороший самолет. Поликарпов, да, самолет был известен и по фильмам, по художественным известням, по два. И вот отвечает ему другой комментатор. Яковлев своими мемуарами засвидетельствовал главное. Он не авиаконструктор. Организатор, карьерист, мемуарист, ответственное лицо, грамотный специалист. Я могу сесть с вами рядом и по любому факту книги дать документальные свидетельства об обратном. Вот смотрите, как, ну, тоже с таким опломбом, наверное, пишет комментатор. Если не полностью, то со значительной корреляцией. Именно такие, как Яковлев, погубили авиацию и СССР. Тоже очень серьезное заявление. Яковлев классический западный капиталист, но в социалистических условиях. Он не терпел малейшей конкуренции даже в рамках своего КБ. Он поставил на авиацию, как на призовую лошадь, и она его вынесла. Если вы внимательно посмотрите, как Яковлев укреплялся в авиации, то это классический буржуазный путь. Он лез во все дыры, не задумываясь о том стеснении или желании своих собеседников. С ним делились всем, но он, став генеральным, закрылся в своем КБ, как в башне слоновой кости, со своим входом обслуживанием. Страдая синдромом навязчивости, он в чем-то напоминал Говарда Хьюза, американского промышленника. Смотрите фильм «Авиатор». В своих мемуарах, если изучать тщательно, Яковлев выставляет себя крайне негативно. Но он сам этого не понимает. Свидетельства его коллег о нем странные. Смотрите мемуары Адлера, Селикова и другие. До войны он все практически делал с оглядкой на западные аппараты. Описания им самолетов крайне субъективны. И будущее показывало, что неверны. Достаточно вспомнить статью «В правде» о ненужности больших ракет. И, наконец, Сталин в конце 40-х стал понимать, кто такой Яковлев. И резко дистанцировался от советов с ним. Яковлевы вытоптали советский подлесок и не оставили людей, способных продолжить советское дело. Советскими они не были, а были западниками на нашей почве. Вот очень серьезная критика, да? Очень серьезная. Можем ли мы вот так с бухты-барахты как-то сказать, да или нет? Может быть, человек, который пишет, прав. Я именно так отношусь к критике. Я никогда не отрицаю критику, если она не переходит на личности. На оскорбление, на личности. То я всегда оставляю критику и изучаю ее. Изучаю все отсылки, все фамилии, все мемуары. Когда я веду тему какую-то, если меня кто-то критикует, то я это все изучаю. И очень часто бывает, я не соглашаюсь с критиком, потому что я вижу, что это просто, скажем так, вопрос, может быть, личной зависти или личной мести или какого-то личного неудовлетворения даже в данный момент. Вот плохо человеку. И он взял и написал, полил грязью, скажем так. То есть для того, чтобы вот таким образом говорить на того же Яковлева, всю его жизнь сказать, что он западник, и что он выслуживался, и что он карьерист, надо иметь очень веские основания. Их нужно чем-то подтверждать. Поэтому я предлагаю таким людям, которые могут быть правы, я не знаю, я не могу комментировать это, да, вот чтобы быть объективным, я не могу сказать ни да, ни нет, это надо изучать. Напишите эту книгу или пришлите ссылки на серьезные издания, которые тех же советских авиаконструкторов, которые бы на их мемуары, которые бы вот именно в них было то, что вы написали. Чтобы можно было проверить ваш комментарий, насколько вы правы, может быть, вы действительно правы, может быть, Яковлев действительно не тот человек, который там себя выдавал, и книгу он зря, может быть, написал. Но вот я когда читала его книгу, я этого не заметила. Я читала эту книгу, когда я готовилась к своему маршруту по цаге, то есть мы проходили момент цаги, и я изучала эту книгу, и много чего другого. Я не увидела какой-то там вот, ну, серьезных, деструктивных отношений Яковлева ко всем остальным. Он именно как, вот что было свойственно авиаторам, то, что я по детству помню, первым делом самолеты, ну, а девочки потом. Да вот мальчики-авиаторы, они могут быть пожилыми, седыми, но они все равно остаются мальчишками. Вот летчики, они такие мальчишки, они в душе, у них всегда мальчишество есть, присутствует. И у них такое летное братство, я бы сказала. Я не слышала никогда, чтобы они друг друга или кого-то, ну, скажем так, дискредитировали, или кого-то они со злобой ругали. Вот никогда. В детстве у меня этого не было. Вот ни одного, ни одного мазка такого не было. Сколько собирались людей с завода, сколько знакомых было, сколько всяких праздников вместе, демонстраций вместе, каких-то собраний, все вместе, пионерские лагеря, был у завода общий дом отдыха. Когда еще не было ни у кого никаких дач, еще никто не разъезжался по этим дачам, опять-таки все были вместе, все семьи вместе, дружили, гуляли. Я не помню такого, чтобы кто-то, кого-то из авиаторов вот так резко критиковал. Вот не осталось этого в памяти. Именно братство. Тем интереснее этот комментарий. И поэтому у меня просьба. Вот вы сказали, что сядете со мной и буквально по книжке, по любому факту из книги, дать документальное свидетельство об обратном. Значит, у вас есть эта книга, и дайте, пожалуйста, хотя бы по части документальное свидетельство об обратном. Не знаю, о чем обратном. Вообще не поняла, о чем обратном. Потому что так это просто, ну, это очень серьезное заявление, тем более человек вам ответить не может, его уже нет в живых. Значит, тогда надо быть объективным. Если вы честный человек, то напишите, пожалуйста, я с удовольствием почитаю. Вот прям по книге, давайте по страницам, я изучу ваш материал и озвучу, если он действительно будет интересный, реально озвучу. Можно не всю книгу, потому что это не хватит никакого эфирного времени. Возьмите какие-то факты, напишите вот на такой-то странице, вот такая-то глава, вот такой-то факт. Будьте любезны. Потому что вот так вот вы просто полили грязью пока, пока вот Яковлева. Я не увидела в книге вот того, что вы написали, что он карьерист, вот не увидела, чтобы он, да, он, естественно, писал про свои самолеты, про свое КБ. Но вот так, чтобы поливать кого-то грязью, я этого не заметила. И будет здесь отношение именно в книге. У меня, вот смотрите, он уважает Сталина, но он имеет претензии к его сыну Василию. И он пишет, эта книга напечатана в 69-м году, то есть это еще идет момент культа личности Сталина, значит, надо быть достаточно смелым человеком, чтобы вот так вот в дефирамбы писать Сталину. Какой он скромный, какой он жесткий, когда надо, когда надо, он поддержит, когда надо, он отругает. То есть он его показывает объективным человеком. Почему тогда про все остальное говорить? Я вот не вижу причины говорить, что он конъюнктурщик. Вот не увидела. Если вы это увидели, пожалуйста, сделайте эту работу, подкрепите свои, вот этот свой комментарий реальными действиями. Сколько вам надо на это времени, я не знаю. Может быть месяц, может быть два. Давайте подождем. Я подожду хотя бы по части, хотя бы по части ваших претензий к Яковлеву. Благодарю за внимание. Следующий фильм я дам по книге Яковлева и его отношение к Хрущеву, как и обещала. А это получается внеплановое такое видео. Подписывайтесь на все мои каналы, репостите. Пускай люди тоже подключаются. Это наша общая история. Давайте вместе обсуждать. Давайте вместе вытаскивать тех, кто действительно работал на благо всего нашего советского народа. И тех, кто работал ради себя, шкурничеством занимался. А тех, кто работал конкретно на Запад. Потому что есть еще один тоже интересный комментарий. Хотя благодарственных за эту книгу очень много. И даже ради такого комментария, книга Яковлева, его труд, а это колоссальный труд написать книгу. Попробуйте, напишите книгу. И так вот серьезно, как сделал это он. Со всеми фамилиями, со всеми датами, со всеми событиями, реальными событиями. Вот. Прочту комментарий. Очень интересно. Все великие дела совершались с участием Сталина. Прежде чем вызвать к себе на обсуждение, он уже владел вопросом. На фото все молодые, столько дел впереди. Гордость Советского Союза. Спасибо, Галина Васильевна. Вот, что важное люди выносят из этого ролика, который я сделала по этой книге. И это важное то, что до нас донес Яковлев тогда. Он проделал этот труд, и мы увидели, каким был Сталин в деле. Был еще один комментарий, который я, к сожалению, не сохранила, потеряла. Сейчас в ленте просто не найду, потому что очень много комментариев. Я скажу суть. Женщина одна написала, она рассказывала, что ее мама закончила Казанский авиационный институт. Кстати, мой отец тоже закончил Казанский авиационный институт. Распределение у нее было в Москву, на какой-то один из заводов. Сейчас даже не могу вспомнить. И вот ей дали на подпись, она была молодой инженер, ей дали на подпись, что заменить одну сталь другой сталь, более низкой по качеству. Она отказалась это подписывать. Ее выжили с этого предприятия, она устроилась другое. И потом переживала по поводу того, что будет, если кто-то все-таки подпишет эту бумагу и самолет пустит некачественную сталь. Чем это будет грозить? Гибелью летчикам, гибелью самолета и так далее. То есть это о чем говорит? О том, что враги и диверсанты, они были и в советское время. Это уже было после Хрущева, это уже было при Брежневе. Конечно, они были, куда бы они делись-то. Иначе бы у нас не было ситуации 1991 года. После Хрущева, я хочу сказать, что они зашли сюда просто большой-большой колонной. Это когда, не после Хрущева, при Хрущеве, после смерти Сталина. Они зашли сюда большой-большой колонной. Это еще когда был фестиваль молодежи и студентов в 1957 году. Вот у меня тоже есть на эту тему фильм о том, что именно тогда под видом этого праздника, когда Советский Союз открыл границы, Хрущев открыл границы, вот сюда зашли на полном основании целые толпы этих диверсантов. Через молодежь внедрялись, внедрялись везде, где только можно было, чтобы вредить, и чтобы было отставание по всем параметрам. Поэтому Запад никогда не спал, и он не мог под боком терпеть рядом с собой социалистическое государство. Это его просто выбешивало. Понятно, что он никогда не остановится. Их не просто, это социалистическое государство, их вообще наличие русских, русского народа, России. Вот теперь уже это понятно сегодня. Да, что даже буржуинство наших, так называемых из нашего народа буржуинства, которые понесли крова этому Западу, кровавому, не остановило их. То есть им не крова и нужны, и не колено преклонения. Им нужно просто уничтожить Россию. Сегодня они открыто об этом говорят. Все понятно, да, карты все открыты. Что еще? И сегодня тоже здесь сидят диверсанты. Пятая колонна, шестая колонна, какая хотите, которая еще выращена, начиная с Хрущева. Вот Сталин чистил-чистил, недочистил. Это очевидно, недочистил. Был слишком мягким человеком. Он действительно был слишком мягким человеком. Он действительно, когда ему писали письма, он разбирался с каждой судьбой, и очень многих людей отмазывал, что называется. Вот так вот, вульгарно скажу. Поэтому вот этот комментарий, еще раз, просьба, просьба, потому что очернить человека легко, того же Яковлева. Буквально представить его врагом, ну, я не знаю. Для этого нужны очень веские основания, и, как вы сказали, по каждому факту можете их дать. Вот хотелось бы получить хотя бы какую-то часть, там, хотя бы пять-шесть таких фактов по этой книге о провержении ваших серьезных, профессиональных, документированных, не просто эмоциональных, а реальных, документированных, со ссылками на источники. Где кому вставлял палки в колеса Яковлев? Кто пострадал от него? То, что какая-то конкуренция была, да, она была, мы знаем, что была конкуренция и в ракетостроении между Королевым и Глушко. Да, все это было. Конечно, какая-то конкуренция, она всегда есть конкуренция, тем более у мальчиков. Но в советском строе нужно было выбирать, это же народное хозяйство, да, нужно было выбирать наиболее перспективное строительство. А все-таки у нас Хрущев повернул эту тему на Запад. Он нашу страну развернул на Запад. Сегодня, по-моему, очевидно всем, что Хрущев – мое личное мнение, что Хрущев – это агент западных разведок, спецслужб. Не дурачок никакой, а именно осознанный враг. Я уже об этом говорила. Это мое мнение, исходя из того, что я узнаю из разных-разных мемуаров, именно из фактов, на которые ссылаются люди, которые работали вместе с Хрущевым, то, что потом произошло, указы Хрущева, то есть факты, документы. Мы видим, что эти все идут против нашей страны, против советского народа. На пользу Западу. Значит, он работает в их интересах. Вот недавно тут выяснилось, что рыбу, оказывается, безвозмездно удили. В Баренцевом море англичане вылавливали. Это все им разрешил Хрущев. Значит, кому было выгодно убрать Сталина? Но им в том числе, в том числе англичанам было выгодно. И он, скорее всего, на них и работал. В большей степени именно на МИ-6. Может быть, еще на сионистов. На бандеровцев. То есть выпустил. Все это очевидные вещи, вредительства. Здесь никак это не приукрасишь. Это просто враг народа. Это его надо было сажать в тюрьму, в ГУЛАГ. Его надо было под трибунал отдавать. И, может быть, когда-нибудь будет этот трибунал. Потому что те преступления, которые совершил Хрущев, они не имеют срока давности. Поэтому трибунал надо будет. И надо будет делать реабилитацию Сталину, человека, который бился за советское государство. Он его создатель. И он делал все, всей своей жизнью доказал, что он полностью отдал свою жизнь нашему советскому народу, нашему советскому государству. Государству рабочих и крестьян. Трудящихся, а не паразитов. Паразитов устранял. Паразитам это, естественно, не нравится, когда их устраняют. Перегибы были, перегибы были. Но давайте все-таки по поводу Яковлева. Еще раз благодарю за внимание. Всех вам благ. С вами была Галина Кунышева. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok